Давайте продолжать. Как и было обещано, первый из экспертных разговоров сегодняшнего дня состоится с представителями туристического оператора Альфа Ирина Лазаренко и Мария Жара. С нами Хорватия. По рекомендациям мы решили пробежаться сегодня вот так, дать четкое понимание людям, которые в этом году будут выбирать Хорватию или уже ее выбирают. Вот прямо сейчас там над кнопкой сидят, купить, не купить. Что и кому лучше покупать по регионам, по отелям, по пляжам. Что-то конкретное от вас с пользой дела, чтобы мы потратили все время, которое нам предоставлено. Ну еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Выбрать, смотря кто куда хочет, что хочет. Давайте начнем с семей, как обычно. Они самые нетерпеливые, как правило, потому что в семье чаще всего есть жена и ей хочется определиться. Если же туристы едут с маленькими детками, в этом случае я рекомендую выбирать все-таки среднюю Далмацию. Там лучше пляжи и более адекватная цена, чем, например, в Дубровнике. Также можно выбирать как апартаменты готовить самому или же заказать апартаменты на полупансионе, к примеру, апартаменты Медена или апартаменты Урания. Либо же брать все-таки отели на полном пансионе или на полупансионе, то есть завтрак и ужин, чтобы был включен. В этом случае такие гостиницы, как Далмация в Макарске, если кто-то хочет очень тихий отдых, это Марина в Брелле. Вообще сеть отелей Blue Sun в Брелле. Это очень тихий и спокойный отдых. Если же туристы едут с подростками, в этом случае я всегда рекомендую брать Истринскую ривьеру. В частности, сеть отелей Soul, которые находятся в Умаге, или же сеть отелей Valamar и Laguna в Пориче. Там больше активитетов именно для отдыха с подростками, велосипеды, теннис и тому подобное. Для изысканных туристов в этом случае я рекомендую брать Дубровник. Это самый дорогой регион Хорватии после апатии. И остров Хвар или остров Брач. С островами. Значит ли, что если мы заезжаем на остров, то выбраться оттуда уже так не очень? Смотря какой остров. Если же брать остров Брач, то каждые полчаса ходят паром. Идет он полчаса. Почем? Примерно 3-4 евро. В зависимости с машинами или без машины. То есть от этого играет стоимость. Если выбрались, конечно, на остров Хвар, которому плыть 3,5 часа из сплита, то это уже проблема. Но лучше уже думать, чтобы весь отпуск провести именно там. Да, да. Или комбинировать недельку на острове, недельку на побережье. Также остров Корчула, к примеру, это регион Дубровника. Тоже плыть 3,5 часа. В этом случае забрались и не выбрались. Ну, как бы выбрались. Тоже ближе к вылету. И остались там на ПМЖ. Ну, и также туристы, которые едут своим автомобилем, в этом случае рекомендую больше брать побережную часть. И желательно среднюю или истринскую ривьеру, чтобы туристы могли больше путешествовать. Ну, и также тут в зависимости от виз. Если мы не успеваем открыть венгерскую визу, в любом случае, если ваши туристы едут на автомобиле, они будут ехать. Открывается им хорватская виза. Она открывается очень легко. Фотография за гранд-паспорт. Но если еду через Венгрию, в этом случае нужен венгерский транзит. И тот уже полный пакет документов, как на Шенген. Вместе с правкой с работой. Ну, а мультишенген работает в любом случае. Да, в любом случае. Можно уже совсем не думать о визе никакой не могу. Но если отдыхают в регионе Дубровника, в этом случае можно с хорватской визой ехать через Румынию. И тогда круг небольшой. И тогда венгерскую открывать не нужно. Уже экономия на визе. И экономия времени. По поводу мультишенгена, не все наши туристы постоянно получают мультивизы. Те, кто получили, допустим, первый раз, посчастливилось, да, где-то. И вот он еще не доезженный. Окончание визы должно совпадать день... Может ли совпадать день в день с выездом из тура? Это нормально? Это нормально. Главное, что было... Проблем не возникнет при выезде. День в день. День в день это нормально. Да, это нормально. Для этого и ставится. Даже можно путешествовать в Хорватию с двукратной шенгенвизой. Но главное, чтобы это было неоднократная виза. Ну да. Спасибо, это мы поняли. Так, еще по рекомендациям. Допустим, с семьями пробежали с тем, кому интересно. Действительно, можно будет отмотать наш разговор за каждым названием. Обратиться и погуглить его более подробно. Потому что даже не погуглить. Можно даже вернуться к нашим записям в нашем канале YouTube. С теми же самыми действующими лицами. Есть подробные разговоры уже о каждом из курортов. Если ехать, ну, допустим, молодой парой. Молодой, прям молодой. Ну, тут уже... Молодой и бодрой. Ну, скажем так. За годы работы с Хорватией, честно скажу, не была ни на одной дискотеке. Во-первых, их очень мало. А во-вторых, ну, это страна, которая, ну, как бы... Не танцующая. Она танцующая. Это больше кафе, рестораны у моря, где играет живая музыка. Более релак... Вообще Хорватия – это релакс, это спокойный отдых. Дискотеки, они хоть и есть, но... Я там туристы... Дисклубов, допустим, в киевском понимании там особо не найдешь. Нет, нет, нет. Тусовщикам есть остров Хвар. Вот там, да, там есть тусовка. А все остальное – это не тусовочные места. Нужно понимать, что Хорватию мы едем немножко за другим. Мы смотрим, мы наслаждаемся природой. За солнцем, за природой. Да, вот... За экскурсионкой. За экскурсионкой, потому что есть что посмотреть. И все-таки в Хорватии ты отдыхаешь душой. Как быть одиноким? Вообще с синглами вечная проблема. Платить за номер, за двоих, то есть это все-таки накладно. Как быть вот человеку, который едет один? Или одна, ну, неважно, какого пола человека. Как ему все-таки выбрать себе тур, так, чтобы это вышло не бешено, накладно, как будто мы едем вдвоем? Ну, честно скажу, в начале сентября лучше всего цены на Истре в сети отелей Лагуна. Можно выбрать себе двойку. Если человек собирается только ночевать в гостинице, обедать и ужинать... Притом, ну, вот, гарантированно едет один. Да, там есть синглы, синглов достаточно мало. Да, это везде практически так. Если не подтверждается сингл, тогда подтверждаем дабл-юс, да, он чуть-чуть будет дороже. Ну, во всяком случае... Но не в два же раза? Нет, не в два. Нет, ну, считается, как бы, категория номера стандарт, если это дабл-сингл-юс, то есть двухместный номер для пользования одним человеком. Он будет дешевле, чем дабл, за счет, как минимум, того, что завтрак уже один, а не два, если это в завтраке. Если это двухразовое питание, тогда стоимость, как минимум, будет разниться на питании. Фактически, все-таки будет несколько дешевле. По поводу питания, можно ли что-то брать без завтраков, ну, если это не апартаменты, которые мы готовим, то есть полноценный отель, но отказаться от питания вообще? Насколько часто это... И насколько это вообще рентабельно, грубо говоря? Потому что мы буквально 20 минут до этого разговаривали про испанское питание, я настаивал на том, что можно и нужно стараться не брать его в отеле испанских. Что с Хорватией? В Хорватии я все-таки настаиваю брать питание, если уже выбираем гостиницу. Настолько вкусно и хорошо? Ну, во-первых, от завтрака отказаться вообще нельзя, а от ужинов можно. Да, но если мы отказываемся от ужина, мы отнимаем примерно 5-7 евро в сутки. За такие деньги поужинать в ресторане это будет достаточно сложно, разве что это будет кусочек пиццы с колой или с пивом. Но тут еще вопрос не только денежный. Если на эти же деньги что-то можно съесть, или там на 2 евро ты дороже поешь, но ты поешь уже исключительно то, что хочешь, и то, что вкусно, а тут ты получишь, в общем, то, что и есть не хочется. Скажу... Нет, в Хорватии готовят очень хорошо, можно предлагать... Именно отельное питание? Да, именно отельное питание. Потому что там вообще хорошо готовят, это всем известно. В основном это будет шведский стол, и всегда есть чего выбрать. Хорваты, они ценятся тем, что у них очень высококачественные продукты. И это не проблема питаться в отеле. Единственное, что, да, когда мы берем завтрак и ужин, то у нас тут напитки не ходят стоимость. И есть отели, которые адекватно ставят стоимость на ту же бутылку вина или на воду, а есть отели, которые ставят завышенную стоимость. Это в 3 раза дороже, к примеру, чем купить в магазине. То есть будьте любезны, раз уж вы не брали себе хавборд, то мы с вас выдаем напитками, то, что вы нам не доплатили. Да, ну, у нас же и мы хитрим, мы берем, к примеру, только воду, а уже потом вечером идем по набережной, гуляем и пьем то, что мы хотим. Питание, ну, всегда есть морепродукты какие-то, обязательно будет мясо, на выбор сыр. В общем, это морепродукты из той самой Адриатики, в которой мы живем, да? Свежие морепродукты. Тем более, Хорватия экологически чистая страна, потому и, к примеру, в ресторанах Дубровника морепродукты это будут одни из самых дорогих по ценам. Ну, в средней Далмации это будет чуть дешевле. Несмотря на то, что страна Приморская, с морепродуктами там вот цены такие. Да, да, да. Ну, тарелка... Лучше кушайте мясо. Тарелка мидии в белом или красном вине, при том, тарелка большая, с маленькой бутылочкой вина примерно обойдется от 15 евро. Ну, 225 миллилитров. От 15 евро. Если брать рыбную плату на двоих, то с вином, с бутылкой вина это обойдется около 40 евро. Ну, там уже есть чего выбрать, и, конечно, это вкусно, сытно. Если даже не доели, вам завернутся. Ну, вот сейчас, а вкусно, сытно и много, давайте тогда попробуем перейти к большим компаниям. А в Хорватию многие наши соотечественники стараются выехать, компании побольше. То есть, там, две семьи или несколько друзей, пять-шесть человек. Это что, это однозначно будут апартаменты? А так удобнее будет? Как? А для кого как? Давайте посмотрим. Мы сейчас расцениваем практически всех своих соотечественников. Мы их делим на две категории. Те, кто нас смотрят и хотят каким-то боком сэкономить, и те, кто нас никогда не будет смотреть, потому что смотрят их помощники, секретари и так далее. То есть, люди, которые на деньги в этом смысле внимания не обращают. Давайте зрителям в таком случае. Я, наверное, скажу, что дешевле будет брать отельные номера. Да? Потому что есть, конечно, апартаменты недорогие, но если же поступают запросы, как очень часто, три семьи хотят четыре спальни, отдельный дом, отдельный, возможно, бассейн, гриль и тому подобное. Как минимум, отдельный вход в тамп-хаусе, да? Да, это нужно бронировать как минимум за три-четыре месяца. Это одно. Например, на Истрии это будет всегда удаленно от моря, если это отдельный дом, это в трех-четырех километрах, поэтому этого не рекомендуем. Можно это брать на островах Брачи и также в Средней Далмации. Но тут цена будет примерно от 700 евро в сутки. Готовы ли туристы платить за это? Нет, они готовы платить за отельный номер, который будет примерно стоить 60-70 евро в сутки. К тому дешевле, да. Вот это во многом проясняет хорватскую ситуацию для больших компаний. Да. Я считаю, спасибо за ответ. Куда податься большой компании, этот вопрос можно в принципе не обсуждать, потому что огромное количество заведений, как вы уже говорили, с живой музыкой, и порции можно брать на двоих благополучно. Это вообще, в принципе, такая балканская ситуация. Каждая порция на двоих замечательно подходит. Вот чтобы уже ничего не оставалось, горные души не оставались. С этим понятно. Так, мы посмотрели, значит, семья с ребенком вроде обсудили. Да, это Средняя Далмация, прежде всего вы ее рекомендуете. Если человек один, да, то фактически тут регион выбирать в зависимости от настроения, и брать, возможно, дабл с проживанием одного. Вот так выйдет выгоднее. Да, если это большая компания, то проще, если есть попытка сэкономить, проще все-таки брать отельные номера, а не искать виллу, которая примет всю эту большую компанию. Так будет то мне именно в Хорватии. Да, но есть апартаменты, к примеру, на 2-3 спальни. Ну, тут уже тоже есть 4 звезды, есть 2, есть 3 звезды. Кому как удобнее по цене. Но хочет ли каждый, когда приедет, готовить самостоятельно? Это очень большой вопрос, и каждый должен решать его для себя самостоятельно. Ну, опять, с готовкой дело такое. Вообще, насколько есть места, где не развита сама инфраструктура, то есть нет каких-то нормальных супермаркетов, есть только там дорогущие какие-то лавки и все такое. Вот там с апартаментами как поступать? В Хорватии везде будет супермаркет. Есть конзумы, есть рынки, в маленьком даже поселке есть рынки, где можно купить свежие фрукты, свежие овощи. Друглосуточные, как захотелось, поесть. Он тогда в конзум. В конзум? Да. А, при все дороги туда. Конзум работает иногда до 10, но в основном до 8 вечера. То есть если уже не успели, то не успели. И рестораны тоже, я скажу, что с кухней, которая готовится, это не будет до 11, до 12, это до 10 вечера. Как поесть ночью? Есть вариант? А стоит ли есть ночью? Девушки, не надо сейчас заводить эту тему. Возможно, вас поддержит все женское население этой страны. Но тем не менее, есть люди, которые ночью, а вдруг захотелось. Есть маленькие бары. Запаситесь. Запаситесь печенью. Да, есть маленькие бары, где можно, конечно, поесть, но это будет не та высокая кухня, которая... Да, да, конечно. Это так, перекусить. Заведение, которое ночью кормят, в общем, днем с огнем. Хорваты любят поспать, а так как у них весь бизнес считается семейным, и они сами работают в своем ресторане, то, конечно же, в 10 часов, будьте добры, уже никто готовить не хочет. Ешьте по правилам до 6 вечера, чтобы не набирать лишнего веса в Хорватии, потому что весь не скинете. Так, мы, в принципе, у нас уже был разговор по поводу мундийских пляжей, которые разбросаны по всей Хорватии, и проще найти нудистский пляж, чем пляж, где... Ну, неправда. Это не только пляжи, это целые резорты нудистские. Хотя сами хорваты не особо нудисты. Это больше все рассчитано на европейского туристка, на европейскую туристку, я бы даже сказал, потому что, ну, вот, хотя бы... Ну, то есть верхняя часть купальника, по-моему, никто из европейцев уже давно не пользуется особо. Независимо от пляжа, им все равно. И от возраста в том числе. Да. Это да. Не только похвастаться, но и видеть. Так, прекрасно. Как проводить вечера, если речь идет не о ресторанах? Ну, вот, хорошо, днем поплавали, искупались, а вдруг с погодой не повезло? Сейчас вот с этим циклоном, те, кто поехали сейчас по всей Европе, то дождит, то витрит, то штормит, и это практически... Это и Балканы, и Апеннинский полуостров, и Пиренейский, и Лазурный берег Франции, везде сплошные дожди. Вот не дай бог, еще такой циклон, люди приехали, грубо говоря, приехали на свои 10 дней, и им хватит там, а будет только 3 солнечных. В остальное время, как не потерять все это удовольствие? Что делать? По собственному опыту знаем, потому вечерами, во-первых, во многих гостиницах у них тоже живая музыка, можно посидеть, послушать музыку до 11 часов вечера, иногда даже до 12. Также в любое время можно взять машину на прокат, поездить, посмотреть. От 45 евро. Это официально, со страховочкой? Да, да, да. В порядке? На ресепшене отеля всегда есть выбор, кому можно позвонить, рассмотреть разные стоимости, чем, конечно, дороже машина, тем дороже и стоимость. Машину на прокат поездить, посмотреть. Экскурсии. Каждый день проводятся экскурсии. Желательно, конечно, приехать и связаться с представителем принимающей стороны и заказать себе экскурсию сразу. Ну, вы из тех, кто настаивает, чтобы экскурсии брали заранее и через вас, или достаточно к вашей принимающей стороне обращаться? Достаточно к нашей принимающей стороне, поскольку на месте, ну, как бы скажу так, одно дело, в зимнее время люди планируют заранее свой досуг, в летнее время они все-таки смотрят по погоде. Плохая погода, поеду на экскурсию. Хорошая погода, полежу на пляже. Нет плохой погоды, есть погода экскурсионная и пляжная. Да. Так, с этим тоже понятно. То есть, в принципе, на guest relations, на ресепшене все можно себе организовать. На улицах как? Потому что турбюро на улицах, это же самая распространенная вещь вообще, по-моему, на любом курорте. Да, в Хорватии... Вы, как все операторы, тоже не ходите в турбюро на улицах? Качество услуг получат меньше. Да, они могут забронировать экскурсию, но качество будет не очень. Мы не можем гарантировать, да, за качество экскурсии, за качество транспорта русскоговорящего того же гида, может попасться нерусскоговорящий гид, как бы... Или из морских прогулок, к примеру, питание на корабле. Если это наша принимающая сторона, я знаю, чем они кормят, чем они поят, то так на улице поймать, ну, не хотелось бы потом неприятных ситуаций. А часто случаются какие-то такие неприятные ситуации с жалобами? У нас не было. Жалобы, когда экскурсия была не через вас, но жалобы-то все равно же вы получите. Да, слышала, что было кислое пиво и невкусная рыба. Ну, на вкус и цвет, да, тем более экскурсия была не наша. Как вы вообще относитесь к подобным жалобам? Вы их рассматриваете или отставляете в сторону? Когда вы понимаете, что жалобы к вам напрямую не относятся, допустим, жалобы экскурсионные, экскурсия была взята на улице, и вы к ней по большому счету никакого отношения не видите? Ну, во-первых, и туристы очень редко жалуются, да, ну, если уже так, если они на свой страх и риск где-то забронировали. А с другой стороны, ну, мы обязаны ответить, мы отвечаем. Что вы отвечаете, будет интересно. Нет, ну, мы в любом случае перед вылетом всегда, ну, консультируем туристов в этом плане, что, ну, как бы, это ваш выбор, но есть нюансы такие, есть нюансы такие. То есть турист сам изначально знает, на что он идет. Поэтому он, как бы, турист сам понимает, что если возникнут какие-нибудь недопонимания, какие-нибудь вопросы, то по большому счету мы, как бы, выслушаем, пожалеем, поможем, ну, как сможем. Ну, а по факту, по факту. Хорошо, еще два коротких вопроса. Один, это вот скорее личное наблюдение. Я столкнулся несколько раз, вот, в последние, наверное, полтора года, когда компания отправляющая выдает какие-то полиграфические изделия, ну, там, карты, программы, куда ехать, куда не ехать, набор экскурсий, все так, ну, вот, прям талмуды такие получаются, вот, на бумаге, которые ты в первый же день забываешь в номере, или бросаешь куда-то в глубину чемодана, и даже в тот момент, когда тебе вроде как нужно этим воспользоваться, этого никогда у тебя нет по-другому. С одной стороны, о тебе позаботились, и претензий ты предъявить не можешь, а с другой стороны, о тебе позаботились так, что этим не воспользоваться толком. Не носить же это все время с собой где-то в каких-то руках, какой-то дополнительный пакет, да, хочется же отдыхать, или наоборот работать. Вот, думали ли вы решать каким-то образом вот проблемы таких людей, забывчивых, переводить все это в цифры, потому что, ну, все-таки телефоны реже забывают, чем вот эти все эти вещи, то есть делать какие-то приложения сопроводительные, может быть, свои, да, по программам, думали ли вы об этом? И второй момент, тоже относящийся к телефонам, это по связи, что порекомендуете, как держать связь с родной страной, и вообще, как пользоваться, чем лучше пользоваться? По связи, наверное, покупайте хорватскую карточку, если человек хочет звонить, то в этом случае он покупает... Звоните, пользоваться интернетом, как правило, хочет человек. Лучше покупать хорватскую карточку и звоните. По поводу интернета, тут нужно покупать хорватский безлимит, и это сложно. На данный момент уже практически все гостиницы имеют бесплатный Wi-Fi, потому, даже если он и платный... Просто не забудьте попросить пароль на ресепшене, получается так, да? У меня была ситуация, мы платили там поминутно, главное не забыть выключить, когда ты выходишь с интернета, и по истечению недели мы заплатили примерно 6 евро, потому что я часто пользовалась интернетом, это не проблема. Бешеные деньги, наверное. Но если все-таки звонить, то хорватскую карточку, потому что travel sim это будет дороже, но, естественно, роуминг это тоже дорого. Ну а по поводу вот всей этой сопроводительной информации, которую, в общем-то, все, конечно, ее дают, но воспользоваться ей неудобно. Как быть в таких ситуациях, когда ты все забыл? Звонить вашему представителю, принимающей стороне, лично вам, своему агенту? Вот, ну, кому звонить туристу, когда ему нужна какая-то справочная информация? Справочная информация сейчас туристы настолько умные, они пишут своему агенту в Вайбере, а агенты связываются с нами. Но в крайнем случае всегда, как бы, что главное туристу знать, когда он приезжает впервые, с какой табличкой его встречают. Я думаю, что он это... Это он еще не забудет в самолете? Не все же пьющие в самолете. А уже по приезду, естественно, с ним связывают, уже встречает принимающая сторона, они дают свои брошюрки по правилам, по экскурсиям. И в гостинице, если отдыхают туристы, есть папка с нашей принимающей стороной, где написан номер телефона представителя и где написано время, когда он приходит к... На инфостречу. Да, на инфостречу. И также за день до выезда всегда в этой папке будет список туристов, во сколько времени их забирают перед вылетом. Ну, принимающий. Отельный гид встретил. Да. В следующий раз мы его можем увидеть только, когда будем выезжать. Ну да, или раз в неделю. Они не сидят, да. Они не сидят в гостинице. Это вот печалька бывает, когда турист действительно один или туристов там двое, и они в этот отель от вас заехали только они. А, и они никого из своих родных, которые хоть чем-то могут помочь, этот гид, который их привез, ну, грубо говоря, отельный, да, на самом деле он не такой, но они его увидят хорошо, если раз в неделю, то они будут на обеде в этот момент и не застанут его, и вот как-то брошенным себя. Некоторые чувствуют весь вопрос себя брошенным. Если случается какая-то проблема, они всегда могут на ресепшене оставить информацию, чтобы передать отельному гиду, и там сразу с ним связываются. Вот за сколько времени работы с Хорватией, я всегда спокойна за туристов. Они уезжают, их там любят, их лелеют, и они возвращаются. Даже если бывают какие-то нюансы, какие-то проблемы, ни агент, ни туроператор отправляющий об этом может не знать, поскольку принимающая сторона делает все возможное для того, чтобы туристу понравился его отдых и решить его проблемы. Даже мелкие проблемы, там, к примеру, кто-то флаг решил вывесить украинский на балконе, а это строго законом запрещено. Они сами решают эти проблемы. Какой-то счет принесли туристу, где он там гулял, пил и забыл. Или не гулял, не пил, а счет почему-то принесли. Такое редко бывает, потому что хорваты... Не, но ошибки случаются всегда. Да, хорваты, они очень честные. Они не понимают, как можно обмануть. Они могут быть честными, но ошибаться. Это же тоже сплошь и рядом, в принципе, встречается. В общем, вы настаиваете на том, что туристы возвращаются всегда долюбленными. Да, да. Из Хорватии. И также у нас есть видеообращение моей коллеги с Хорватией, которая сейчас находится в рекламном туре, которая полюбила Хорватию, наверное, с первого дня. И хотелось бы, наверное, просмотреть... Мы этим фактически и будем заканчивать. Хорватия будет сразу после Киева, а в Киеве мы с вами уже, наверное, дорогие друзья, попрощаемся до следующего хорватского или любого другого разговора с туристическим оператором Альфа. Спасибо за визит. Всем доброе утро! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Всем привет с Хорватии! Альф, трассический оператор, сегодня в Хорватии. Всем привет! Как у вас в Киеве дела? Как в Украине? У нас тут чудесная погода, прекрасно, солнечно, замечательно. Так классно, мы все довольны. Всем добрый день чудесный! Наша маленькая семейка в Хорватии. Мы с лимунами. У нас все чудесно. Хорватия всем нравится. Давайте ставим лайк в Хорватии. Лайк! Всем нравится? Всем! Очень! Почему надо ехать в Хорватию? Самый главный вопрос. Что же здесь делать и почему сюда едут туристы? Давайте, мы здесь уже второй день, второй, и нам всем безумно нравится. Это очень крутая страна, очень красиво. А теперь давайте же скажем, почему мы едем в Хорватию. Здесь очень круто, респектабельно, шикарные пляжи и отели. Красивая природа, умиротворенность, такая атмосфера, непередаваемое спокойствие и такого вот релакса. Потрясающая возможность для занятий спортом, потрясающий воздух, морская вода, теплое, приезжайте, уже можно купаться. Да-да-да. Хорватия – это просто нереальная страна. Это страна, которая завчаровывает с первой секунды. Найперше – это природа. Потом ты начинаешь видеться и видеть, какие они все добродушные. Сервис на высшем уровне, смачное харчевание. Для семейного отдыха – это, напевно, первая страна, которую нужно отдать и отдать детей. Подыхать минимум 2 недели и насладиться этой красой. Всем рекомендую. Супер. Неймоверно доброзвечливые люди, смачная кухня и красивая природа. Я тоже рекомендую Хорватию. Хо-хо, и это все не просто слова. Это слова ваших любимых турагентов, поэтому им точно нужно верить на слово. Ура, все едем в Хорватию, сальв, туристический оператор, обращайтесь к вашим турагентствам, все теперь подскажут. Вот они, опытные турагенты. Сервалы, тики, шоу, лимончики. Вот они, теперь они самые опытные турагенты по Хорватии. Обращайтесь, всегда рады, всегда подскажем. И мы счастливы. До виджения, встретимся скоро снова с вами. До виджения. 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 Продолжение следует...